Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем Всемирный День Кошек. Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День Кошек отмечается 1 марта, в Польше 17 февраля, в Японии 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий. А вот на международном уровне данный праздник появился в 2002 году. Всемирный День Кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного Фонда по защите животных, не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблемам бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру. Ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках – филинология. От латинского «филинус» – кошка и греческого «логус» – наука, подчеркивающая, что кошки весьма умны и полезны. Домашняя кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств – три рода и 12 видов. Кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Около 80% всех жителей Земли держат домашние животные, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам. На втором месте идут собаки. Помимо эстетического удовольствия, ведь что может быть приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях, кошки выполняют ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца. Также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали даже целую кототерапию, с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности воспаление суставов и гинекологические заболевания. Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов. У многих народов в мире существует множество поверь и привет, связанных с кошками. Самые распространенные, что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Сегодня их праздник. Поэтому неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой кошке, которая храняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока. А в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. Кстати, в Японии даже есть храм кошек, построенный в честь семи котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой. А в Германии кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру. Не остается в их почитании и наша страна. Так музеи кошек есть в Москве и в Санкт-Петербурге. Сам же праздник, День кошек, виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют. Покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде стран к этому даже было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим комфортом. И, конечно же, можно бесконечно долго рассказывать и говорить об этих замечательных и грандиозных животных, ближних родственниках самих тигров и леопардов. Поэтому в этот праздник хочется пожелать всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную еду. Ну а мы, люди, должны понимать, что мы в ответе за тех, кого приручили, и поблагодарить этих уникальных животных еще раз. Лично я обожаю кошек и птиц, независимо от пород. Что может быть прекрасней кошки? Нет грандиозней и своенравней в природе кошки, как дикой, так и домашней. За это их любят настоящие кошатники. Дифферамбы петь кошкам можно бесконечно. Без кошки невозможно представить уютный дом. Это она заставляет спешить домой, это у нее хочется заслужить ее внимание, быть допущенной к ее пузику, почесать ушки, услышать ее мурлыканье. Не могу пройти мимо бездомных, больных, голодных, увеченных животных. Чем могу, помогаю. Всех бы обогрела, приутила, приласкала. Не понимаю и осуждаю тех, кто сначала приутил, а потом безжалостно обрек настрадание и выживание бедных животных. Нам бы брать пример с древних египтян с их поклонением кошкам. Это в древнем Мемфисе восстал народ, когда какой-то грек утопил новорожденных котят. Был разгромнил греческие кварталы, изгнаны греки. И сколько кошки претерпели за свою историю существования. Это их обвиняли в связи с дьяволом. Это их ожгли и уничтожали вместе с ведьмами. А в наше время поиздеваться над животными просто норма. Остановитесь, люди. Помогите, покормите, приютите. Да просто погладьте кошку, собаку. Им так тяжело. В основном по нашей же вине. Выживать. Вспомните хотя бы то, что во время войны блокадный Ленинград спасли кошки. Спасли от нашествия крыс, заразы. Спасли в какой-то мире от голода. Не говоря уже о том, что и по сей день кошка на службе у человека. Любите животных. Придаст человек. А благодарное животное никогда. Поздравляю вас еще раз с Всемирным Днем Кошек. Любите, жалейте, ласкайте. Не бросайте кошек бездомных. Я вас к этому призываю. А на сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...